Всем привет, ребят, с вами как всегда Дредд, и сегодня соберем часы на газоразрядных лампах. Но перед этим я хочу вам порекомендовать моих друзей с канала Red Forge, которые из огня и металла создают просто мега крутые пушки, повторяя исторические образцы, а также оружие из игр, сериалов и кино. Они уже сковали сковороду из павка и постреляли в нее на стрелковом полигоне, создали настоящие сульфурасы из вов и раскрошили им бетонные блоки. Создали и протестировали целый комплект викинга, сделанный аутентичными методами щит, одноручный топор и настоящее боевое копье. А недавно они решили открывать то, что так прославило викингов в играх и сериалах, и создали настоящий боевой двуручный топор Brodox, который оказался по-настоящему мега крутым. В этот раз тесты слоумо превзошли сами себя. Хочешь посмотреть, как куется крутой контент, и этим крутым контентом разрушаются эффектно разлетающиеся вещи и устоявшиеся стандарты, тогда вам к ним. Ссылку я оставлю под видео, не забудьте подписаться, а потом вернуться к просмотру. Ну что ж, погнали! Первым делом, конечно, начнем собирать кит-набор для шести индикаторных часов, которым мне подарил мой друг и товарищ Давид Савдагаре. Это его разработка, и я лишь выступаю сборщиком этого набора. Всю остальную инфу для тех, кому интересно, я оставлю в описании под этим видео. По моему опыту сборки всяких кит-наборов, а я их собрал довольно много, как китайских, так и наших, простота сборки этой платы просто зашкаливает. По моему опыту сборки всяких кит-наборов, а я их собрал довольно много, как китайских, так и наших, простота сборки этой платы просто зашкаливает. У меня ушло примерно час, это при том, что я собирал все это на видео, и камера частенько мешала процессу. Каждый элемент на плате подписан и также есть еще инструкция, так что думаю не составит труда никому собрать эту плату. Ну что ж, основная плата собрана и пора приступить к монтажу второстепенной платы, на которой и будут располагаться наши газоразрядные индикаторы ИН-12. При пайке, как уже многие заметили, я использую флюс ЛТ-120, много всяких разных флюсов я перепробовал и этот мне нравится больше всего, да и вымывается он просто на ура. При первом запуске индикаторы можно просто воткнуть в плату и подать питание, чтобы убедиться, что все работает, потом уже индикаторы можно также припаять, как и все остальные элементы. На плате также предусмотрены выводы для RGB светодиодов, которые будут подсвечивать сами лампы. Еще есть функции в часах, это конечно же будильник, датчик температуры, который выводит информацию о температуре каждую минуту. Эту, кстати, функцию можно отключить или включить, как и все остальные функции. Включить будильник, выключить будильник, настроить цвет RGB светодиодов и так далее. Ну что ж, первый пуск и это просто улет. Мне кажется, камера никогда не передаст их реальное свечение. Что ж, осталось припаять индикаторы и займемся корпусом. Да, как многие знают, я просто фанатею от всякой старой техники времен СССР. И первое, что мне пришло в голову, это сделать часы в этом стиле. Да, чтобы они были громоздкими, в алюминиевом побитом корпусе и все в этом роде. Ну и конечно же в них будет что-то из сталкера и что-то из метрохи. Вот такой вот корпус я откопал. Это корпус от какого-то измерительного прибора. Передняя панель мне, конечно, не понадобится. Я ее сделаю в своем стиле из композитного листа. У меня тут еще куча всяких разъемов, выключателей, даже есть несколько вот таких вот ламп. Но, думаю, мне понадобится только 4 лампы и несколько выключателей. Вернемся к композиту. Это типа сэндвича, где с двух сторон алюминия, а посередине пластик. Гравировка на таком композите смотрится очень естественно и красиво. Да и обрабатывается он довольно-довольно легко. Первым делом сделаю гравировку надписи, а затем установлю фрезу на 3 мм и сделаем выборку под кнопки, окошки и заключительную обрезку. Так как композит у меня крашеный, нужно будет сошлифовать всю краску наждачной бумагой или скотч-брайтом, чтобы добиться эффекта шлифованного алюминия. Такой алюминий смотрится довольно эстетично и придаст нашим часам какую-то изюминку. С фрезеровкой, конечно же, еще не все и нужно будет выфрезеровать из 3 мм алюминия рамку очки вокруг самих часов, решетку для динамика и две рамки для декоративных радиоламп. Чтобы выделить эти фрезерованные элементы, дабы они не сливались с центральной панелью, крашу их черной базовой краской и, чтобы застарить, после высыхания прохожусь скотч-брайтом. Устанавливаем все рамки и решетку динамика на свое место. Для радиоламп решил сделать два крепления из 8-мм акрила. Они будут устанавливаться с внутренней части на винты, которые крепят внешние рамки. Остекление для защиты самих часов вырезал из 0.75 пэт-пластика, под который я также сделал углубление в композите. Саму часовую плату расположим на вот такой вот платформе из акрила. Так как сами индикаторы подсвечиваются светодиодами, то и платформа тоже будет играть роль, так сказать, светопроводника. На первоначальном этапе проектирования думал, что буду использовать кнопки КМД, но, увы, у меня не оказалось их достаточное количество, так что изготовлю сам. Пятачки сделал из алюминиевого прутка на 10 миллиметров и затем покрасил в черный цвет. Ну а вот кнопки решил использовать тактовые, паяем их на узкие платы с шагом в две ячейки. Земля у всех общая, так что соединяем одним проводом все, например, нижние ножки. Ну а выход с кнопок уже тремя отдельными проводами. Тут я, конечно, смухлевал и решил приклеить платы с кнопками на акриловые стойки. Просто, если честно, не хотел портить вид передней панели лишними винтами. Для симметрии на левую часть панели добавил еще один элемент. Это светодиод для индикации, включенной в подсветки. В ходе сборки еще решил добавить остекление для радиоламп, чтобы также добиться симметрии. Лампы еще подсветим оранжевыми светодиодами. Взял самые мелкие и неяркие, чтобы не сильно выделялись на общем фоне, а служили как бы дополнение. Плату с Bluetooth приемником и конвертера питания решил также установить на заднюю часть лицевой панели, на платформу из акрила. И, к моему удивлению, даже динамик заиграл чуть лучше, когда платформа встала на свое место. Конвертеры, кстати, нужны для питания часов. Часы работают строго от 5 вольт, а Bluetooth плеер от 12 вольт. Поэтому подключим Bluetooth плеер к блоку питания на 12 вольт напрямую, а часы через конвертер с ходом 12 вольт и выходом 5 вольт. Я вообще использовал обычный автомобильный зарядник для телефона. Bluetooth плеер я взял первый, который попался. Работает он от 12 вольт, как я уже говорил. Подключение динамиков у него на двух шинах. Единственное, нужно будет подпаять дублирующие кнопки, которые уже установлены на лицевой панели. Тут также земля общая. Ну и в завершении еще добавил небольшие стенки вокруг радиоламп и сверху мелкую сетку, чтобы меньше было видно внутрянку. Корпус решено было оставить в стоковой краске. Единственное, отмоем его от вековой пыли и паутины. На заднюю стенку устанавливаем выключатель питания, предохранитель и делаем еще одно отверстие для шнура питания с просто нереально аутентичной вилкой, также советского производства. Ну что ж, осталось только установить блок питания на 12 вольт и подключить к нему всю систему. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До новых видосов!